всем доброе утро мои сладкие булочки сегодня у нас мукбанг взяла любимую колбаску у нас был супчик из курицы который вчера я прям ведро съела осталось совсем чуток я решила снять мукбанг любимый йогурт от активе с клубникой большой кстати да он дешевле обходится экономим брокколи и сок мне часто в последнее время в комментариях писали девчонки что у тебя очень замученный вид я с вами согласна потому что последнее время я почти не сплю действительно после создания второго канала я рисую рисую где до 3 до 4 ночи поэтому я такой вид измученный вид я согласна с вами но вчера мама сказала все я не допущу этого и говорит я тебя уложу спать мне так смешно сначала стало смысле уложу спать она легла вместе со мной и она говорит ну как как в детстве как я тебя в детстве укладывала сегодня тоже так же уложу извиняюсь за перестановочку неудобно было кушать в общем мама как в детстве легла со мной рядом начала мне рассказывать сказку я заснула прикиньте вообще не могла уснуть время было где-то 9 я уснула мама как уже все в комментариях пишут что айка устала айка не как раньше выглядит поэтому спим пофиг на всем хватит рисовать я не могу мне так нравится по мне я выглядела как всегда но связи с комментариями я делаю вывод что наверное действительно я выгляжу очень уставший у меня такой вопрос к вам что-то изменилось я сегодня спала почти 12 часов прикиньте в 10 уснула в 10 встала еще меня вчера штрафовали но я ничуть не расстроилась из-за этого я просто это приняла как должное но штрафовали в общем в 2019 году я когда вела самостоятельно бухгалтерию о которой вообще не имела никакое понятие бухгалтерию связаны с ютубом мы же платим как бы налоги и не знаю как в россии но каждые три месяца нужно предоставлять налоговый отчет о том сколько ты заработал в общем каждый раз я делала отчет и оказывается оставляла в черновике а я то думала что я уже отправила то есть я думала что эта кнопка отправить оказывается эта кнопка оставить в черновике и как-то один раз шели посмотрела мой кабинет и говорит ты делаешь неправильно и тебя должна штрафовать на кругленькую сумму потому что в течение трех семестров получается в общем девять месяцев я делала неправильный отчет три раза и она горит тебя штрафу я говорю ну посмотрим мы с ней договорились если не оштрафует то я и сделаю подарок подождали немного вижу что не штрафовали я и сделала подарок ну за то что она мне подсказала и так далее мы такие шели радостные что ура все про канала и вчера я узнаю что они спали спали и проснулись сейчас и решили оштрафовать сейчас точно ты же нам должен ужас я научила себя не расстраиваться из-за мелочей люди например машины водят правильно где-то не увидел знак все штраф у меня таких казусов нету потому что нету машины машины нет проблем нет ничего оштрафовали зато реально за какую-то вещь а не просто так на пустом месте штраф ну не очень большой ну да ладно сколько восемь тысяч получается российские деньги нормально пойдет это радостно и но и но и но и но и но и меня штрафовали ура они забыли про меня курочка обалденная очень вкусный супчик из курицы мама особенно вкусно готовит я люблю без томата вот так вот мясо свежайшие в общем не надо радоваться раньше времени вот что я поняла я такой человек я не люблю быть кому-то должен должной не понимаю людей которые могут спокойно кого-то кинуть например на деньги никогда в жизни никто не может сказать что айка там мне не отдала какую-то денежку я например к стоматологу ходила лечение десен мимо дала деньги но я дала ему как депозит так скажем несколько тысяч я не знала сколько именно зубов мы будем лечить и мы вылечили один зуб и он мне сделал лечение десен и просто вчера я такая в голову мне пришла идея а вдруг я дала мало сегодня утром я позвонила стоматологу и говорю ему возможно я вам мало дала действительно возможно этот зуб стоил дороже а я просто сижу ничего не делаю как бы а есть такие люди они думают о стоматолог не звонит а если даже я ему должна не буду ка я ему звонить либо хотела чтобы все в мире то что я себя хвалю наверное это выглядит что я себя хвалю но если вы меня знаете в жизни знакомы со мной как-либо то вы знаете какой я человек у меня отец такой он тоже не любит быть кому-то должным ну кроме нас своей семье в общем такой был вчерашний день наполненный разными эмоциями вообще чтобы у тебя не было штрафов никаких проблем лучше просто нанять бухгалтера который будет этим заниматься но бухгалтеру тоже каждый месяц нужно платить зарплату а я по идее закончила экономически плюс-минус я знаю все это как делается смотрите какие тарелки у меня красивые поэтому я решила сама делать заодно и научусь колбаска конечно очень вкусно мы реально в универе у нас был урок назывался бухгалтерский учет мы просто сидели валяли дурака а сейчас это все настолько нужно берешь свои старые конспекты и начинаешь повторять слава богу есть интернет давайте еще йогуртом все это закрепим хотелось облизать но не буду за кадром сделаю когда закончу снимать видео еще лазила в интернете увидела что собчак попала в аварию точнее в дтп погибло два человека и все таки собчак попала в аварию два человека умерло собчак 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 смотрю оказывается за рулем была не она она просто была пассажиром все что-то ее обвиняют а причем она здесь если за рулем сидела не она и она просто арендовала водителя с машины это даже не ее водителя вообще сми любит приукрасить все не могу назвать себя фанаткой так скажем собчак но просто таких дтп происходит каждый день не знаю 100 200 я очень люблю смотреть ее канал и интервью я вас хотела кстати кое-что спросить вот последнее ее интервью я смотрю и ни одного из ее гостей я не знаю и мне вот интересно действительно они не популярные личности или просто я отстала от жизни или просто собчак годится мне в матери поэтому то поколение которое она считает звездами их я вообще не знаю просто напишите пожалуйста в комментариях вот очень интересно обязательно пишите вы знаете кто такой Дмитрий Муратов или Елена Милашина или Дмитрий Исхаков Зосимова Петр Марти короче много здесь всяких кого-то из них вы знаете напишите пожалуйста в комментариях мне просто интересно возможно я отстала от жизни просто мне настолько нравится как собчак ведет интервью ну все ее гости мне совершенно не интересные люди я их вижу в первый раз и мне не интересно про их жизнь на самом деле но так хочется смотреть ее видео напишите пожалуйста я одна такая или у вас тоже самое на этом все обязательно ставьте лайки подписывайтесь всех люблю с вами буайка пока